МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Речь идет сейчас о том, возможно ли второй обмен заложниками в этом году, и принципиально договариваются о том, что если он пройдет, по какой схеме он будет проходить. То есть примерно по той, которая была, учитывая какие-то нюансы, которые были со списками, с нежелающими возвращаться в неконтролируемые районы Донецкой и Луганской области и так далее. Но дело в том, что здесь есть очень важный аспект, что принятие решения об обмене заложников зависит не от трехсторонней контактной группы, даже не от министра иностранных дел, а оно зависит от Кремля. То есть если Кремль решит это действие, действие просто подпадает под создание своеобразного имиджа Путина как миротворца, который улаживает конфликт и решает гуманитарные вопросы, помогает братскому народу Донбасса, и заодно и заблудших украинцев тоже возвращает и так далее. То и никогда, если будет сочтено в Кремле, что волна позитива от первого обмена уже пошла на убыль, то вот ближе к самому моменту выборов президента Российской Федерации, то есть это ориентировочно в марте месяце уже, будет принято решение провести второй этап обмена заложников. Но чтобы мы не обольщались и не думали, что это стопроцентно, это в общем-то так к себе будет приниматься ситуативно, и поэтому сейчас нельзя с уверенностью сказать, будет ли проведен такой обмен или нет. Уже даже в СМИ были озвучены некие цифры по обмену заложников, 74 на 29, вот такие цифры есть в СМИ. Как вы думаете, могла ли заседать вот эта трехсторонняя группа и состоялась бы эта встреча без ведома Кремля? То есть сначала, по идее, Кремль должен дать добро на вторую волну обмена, а затем уже должны согласовываться технические моменты? Состоятся, потому что нет решения о том, что будет проведена, нет даты, нет формата и так далее. То есть озвучено решение, что такое вот голословное, и, скажем так, на уровне заявлений, что да, обмен будет продолжен, но никакой конкретики еще нет. То есть, скорее всего, будет еще одна встреча? Скажем так, встреча до обмена с заложниками, как минимум одна, да, как минимум одна, а то и, к сожалению, может быть, их и несколько, потому что дата этого обмена, она сегодня абсолютно открыта, неизвестно, когда состоится. С визитом в Украине находится действующая глава ОБСЕ Анжелина Альфана, он прибыл вчера, вчера был в Киеве, сегодня с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным они посетили Донбасс, в частности, Мариуполь, и он анонсировал встречу на уровне глав МИД стран нормандского формата. Как вы считаете, эта встреча является более перспективной, чем вот встреча трехсторонней контактной группы? И что там может обсуждаться вот на таком уровне? Конечно, министры иностранных дел, они, скажем так, более договороспособны, способны принимать какие-то более важные решения, чем вот просто, надо понимать, суть. Трехсторонняя контактная группа – это технический процесс, который должен идти, вот вы говорите, могли ли они обсуждать обмен заложников, если решение еще не принято. Они постоянно встречаются, поддерживают диалог, пытаются найти какие-то точки соприкосновения, обсуждают, что для кого важно. То есть это процесс, который идет. То есть не надо думать, что его, с одной стороны, его нельзя недооценивать, потому что действительно такой технический процесс должен идти, но с другой стороны, думать, что там принимаются какие-то важные решения, не приходится. Вот что касается встреч министра иностранных дел, то, конечно, здесь стоит ждать того, что, в частности, будет обсуждаться и принятый недавно закон об управлении на территориях, который Украина не контролирует, так называемый закон о деоккупации Донбасса. Наверняка там будет реакция России. И вот что еще более важно, на встрече 26 января Суркова и Курта Уолкера там речь шла о том, в каком формате будет действовать миротворческая миссия. Ну и опять же, россияне, как им это принято на уровне таких вербальных заявлений, сказали, что их заинтересовало американское предложение, оно такое подробное, но их интерес заключается в том, чтобы включить туда пункты политического регулирования. Вот и на этой встрече министр иностранных дел, 100% наверняка, министр иностранных дел России Лавров опять будет говорить о том, что Украина обязана выполнить политические части Минских соглашений, и после этого, возможно, какое-то продвижение в том же решении вопроса о миротворцах. Вот опять же, визит действующего главы ОБСЕ в Украину, Альфана заявил, что необходимо усилить эффективность специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Имеется в виду техническое оснащение миссии? Или о чем говорится? Я так думаю, ну, конечно, надо подождать конкретизации от ОБСЕ, но то, что они говорили раньше, их не устраивает, что у них есть очень много ограничений, которые боевики ОРДЛО им выдвигают. Это, в частности, касается времени их работы. Они не работают по соображениям безопасности для своих сотрудников ночью. Им запрещено посещать многие территории, установленные там временные рамки и так далее. То есть, вот в начале еще работы миссии ОБСЕ там была такая популярная карикатура «Осторожно, слепые наблюдатели». То есть, они ничего не видят, и, в общем-то, главное, чтобы им вред какого-то не нанесли. Сейчас, конечно, ситуация немножко изменилась с тех пор. То есть, все-таки, они последовательно ОБСЕ отстаивают, что наблюдатели должны иметь право посещать все территории. И постоянно возникают конфликты с администрацией, так называемых, ЛНР, ДНР. Вот по этому вопросу. Но, тем не менее, ОБСЕ вот и сейчас в очередной раз поднимает вопрос о том, что у наблюдателей там должно быть широкое поле для маневров. И вот везде, где они хотят, территорию, которую они считают нужной посетить, они должны это сделать. И когда это они считают нужной, они должны тогда это сделать. И возвращаясь к заседанию трехсторонней контактной группы в Минске, украинская сторона заявила и попросила, в который раз просит обеспечить мобильную связь на территории неподконтрольной Украине. С 11 января там пропала связь последнего оператора, который там оставался, Водофон Украина. Первая причина сбоя — это повреждение кабеля. Почему боевики не пускают ремонтные бригады, чтобы починить и наладить мобильную связь? Ну, это очень похоже на то, что они хотят завладеть технической базой, которая есть там, Водофона, и хотят на этой основе либо создать какую-то свою сеть. Или второй вариант, конечно, возможно, что они попытаются навязать условия для работы этого оператора, более такие жёсткие, более выгодные им. То есть это речь идёт о том, что уже речь может идти о так называемом внешнем управлении, что они будут осуществлять надзор и устанавливать правила работы его. И в том числе то, что касается налоговых отчислений и так далее. Два таких варианта есть. То есть первый вариант, самый такой радикальный, что они создают свою какую-то сеть, которая вряд ли всё-таки будет частью какого-то крупного российского оператора, поскольку это всё-таки будет уже слишком явным свидетельством того, что Россия тут вмешивается. И второй вариант, они навяжут какие-то свои условия Водофону, которые оператор должен будет соблюдать. Спасибо вам за эти комментарии. У нас в студии был директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин